Осторожно! Возможен сход снега и наледи с крыши. Парковка машин не менее 4 метров от фасада здания. Давайте посчитаем вместе. 3, 4. Примерно здесь должен стоять капот автомобиля, но здесь ряд машин уже заканчивается. Оно и понятно, если водитель начнет парковаться здесь, то это сильно ужмет дорожное полотно. Поэтому водители и паркуются поближе к зданию. Но здесь есть свои подводные камни. На улице зима, крыша покатая, от схода снега и наледи никто не застрахован. Но здесь есть одна проблема. Вся эта территория – платная парковка. За то, чтобы оставить свою машину здесь, нужно платить деньги. Предупредительные листовки развешаны по всему фасаду здания. Правда, на всей парковочной зоне нет ни одного автомобиля, водитель которого выполнил бы инструкцию, изложенную на бумаге. Подобная невнимательность автомобилистов уже приводила к происшествиям. На автомобиль упала ледяная глыба. Как результат – помятая крыша. Сама территория платной парковки также убирается спустя рукава. Горы снега, которые мешают стоянке машин. Уже это не оправдывает одно из возложенных ожиданий на платной парковке – пропускная способность автодорог. Из-за подобной уборки машины паркуются в кривь да в кость. И красивой ровной линии из припаркованных машин никак не получается. Реализация проекта платных парковок призвана решить и другие задачи. Например, упорядочить хаотичные парковки и создать комфортные условия для пешеходов и общественного транспорта. Проект платных парковок задумывался еще и для того, чтобы автолюбители передвигались по городу не на своих машинах, а на общественном транспорте. Но, как можно заметить, остановки по-прежнему полупустые, а в общественном транспорте ездит не так много людей. Говорить об отношении людей к проекту платных парковок можно бесконечно. Автолюбители, конечно же, против. А вот те, у кого машин нет, голосуют «за». Правда, в одном граждане остаются едины. Некоторые минусы таких парковок испытывают и автолюбители, и пешеходы. В одном из прошлых сюжетов мы рассказывали о том, как зоной платной парковки стал частный сектор на улице Полевой. Реализация проекта платных парковочных зон еще не закончена. Завершен только второй из четырех этапов. Как комментируют в своем официальном заявлении представители администрации города, платным парковкам есть альтернатива. Бесплатные места для автомобилей располагаются в радиусе 500 метров от магистральных улиц, по которым осуществляет движение общественный транспорт. Мы находимся на улице Щедрина. Здесь разрешена стоянка и остановка транспортных средств, чем и пользуются водители. Но, кто знает, может через какое-то время вся эта территория станет зоной платной парковки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».